Приветствую вас на первом циничном канале. И сегодня у нас будет несколько практичный сюжет. Сегодня мы поговорим о неуплате штрафов. Недавно я столкнулся с тем, что правоохранительные органы и просто надзорные органы стали очень активно применять штрафные санкции. Значительно активнее, чем раньше. Ну что тут сказать. Крым наш, денег в бюджете нету, и драть их будут с простых смертных. Ничего удивительного. Поэтому многие из вас либо столкнутся, либо может быть уже столкнулись с увеличением вот этой штрафной нагрузки, если можно так выразиться. Поэтому возникает вопрос. Как быть, если вы не уплатили штраф по каким-то причинам? Сейчас мы их не обсуждаем. Нужно знать свои права. Нужно понимать, что вам за это может грозить. Давайте попробуем разобраться. Во-первых, сроки оплаты штрафа. Нет, даже начнем не с этого. Все штрафы условно можно разделить на те, которые выписаны при вас, сотрудникам правоохранительных органов, как правило, или же надзорных, и на те, которые пришли вам с камеры видеонаблюдения. То есть выписаны автоматически. Это нужно помнить. Сейчас чуть позже скажем почему. Дальше. Штраф выписан. Допустим, постановление о привлечении к административной ответственности. Какие сроки? Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней. И в течение 60 дней после истечения сроков на обжалование вы должны добровольно уплатить штраф. Итого 70 дней получается. Если вы этого не делаете, то можете быть привлечены к ответственности по статье 20.25 административного кодекса. Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность предусматривает либо двойной штраф, либо административный арест до 15 суток. Смешно, да? Миллиарды воруют и ничего. А здесь можете 500 рублей не заплатить. Не особо честным путем выписанные вам. И неделю там, или даже две недели отсидите в спецприемнике. Но это ладно, это лирика. Итак. Почему я говорил, что различаются штрафы. Камеры и лично выписанные. По штрафам, выписанным камерой, к административному аресту привлекать нельзя. Вот в этом и разница. Теперь. Нужно хорошо понимать порядок привлечения к ответственности за неуплату штрафа. Если вы не платите штраф, то орган, как правило, выписавший этот штраф, составляет протокол. Но рассматривает его уже суд. Мировой судья. Мировой судья может рассмотреть протокол в течение трех месяцев с момента совершения правонарушения. Данное правонарушение длящимся не является. И поэтому 10 дней на обжалование, 60 на добровольное исполнение, не исполнили, начинается нарушение. В течение трех месяцев вас можно привлечь к ответственности по 20-25. Вот после трех месяцев, после 70 дней. Составляется протокол, передается в мировой суд. Дальше суд рассматривает. Рассмотреть могут заочно. Есть норма, что нельзя рассматривать заочно, если грозит административный арест. Но в то же время есть разъяснение какого-то там пленума, что ли, Верховного суда, о том, что можно рассмотреть заочно, если административный арест не применяется. То есть, если двойной штраф, то можно и заочно рассматривать. Просто арест заочно сделать. С другой стороны, если вы не являетесь на рассмотрение, то теоретически может судья вынести определение о принудительном приводе. И, соответственно, к вам приставы заявятся. Поэтому, какое здесь решение? Банально не открывать дверь. Дверь вам никто выбивать не будет. То есть, без вашего присутствия заочно административный арест вам назначить не могут. Только двойной штраф максимум. Это, во-первых. Во-вторых, вы можете не только дверь не открывать, но и сообщить какие-то уважительные причины суду неявки, ходатайство подать об отложении судебного заседания. Это может быть больничная, командировка и так далее. То есть, любые уважительные причины. Разумеется, документально подтвержденные. Вот, собственно, что касается ответственности. Дальше вы можете обжаловать. Очень много суды нарушают. Вот я столкнулся с этим явлением. Очень много. То есть, там, ходатайство подаете. Видите, суд указывает, что ходатайство не подавалось. На основании этого можете обжаловать. Ну и много другого. Это уже нужно по ходу дела смотреть. Шанс на то, что вообще, ну, скажем так, эти органы подадут в суд, на самом деле, ничтожно мал. Они, как правило, будут бомбить вас письмами, тратить бюджетные деньги. Но в суд крайне редко. Вот у меня за всю практику один раз на меня в суд передали. Из-за огромного количества дел. И суд я выиграл. Ну, там ошибка была суда именно. Вот. Поэтому, если вы штраф не уплатите, то, скорее всего, вас даже не вспомнят. Это, что касается именно привлечения к ответственности за неуплату штрафа. Теперь второй аспект. Исполнение самого штрафа. Штраф может быть передан приставам. В случае, если вы его не оплатили. Приставы имеют право взыскивать штраф в течение двух лет. С момента вступления в силу постановления о наложении штрафа. Через два года он сгорит. Какая есть особенность? Ну, во-первых, приставы должны начать розыск вашего имущества. В первую очередь, с счетов банковских. Иногда они это делают, но крайне редко. Потому что все-таки одно дело какой-то там 500-рублевый или тысячный штраф, по которому никто приставы не теребит. А с другой стороны, какая-нибудь бешеная алименщица, разведенка с прицепом, которая будет там орать, визжать, в прокуратуру жаловаться, в защите с моего благоверного бывшего алимента мне. Естественно, пристав будет работать по ней, потому что клиент беспокойный. Поэтому, скорее всего, ваш штраф проболтается у пристава два года, никто ничего искать не будет. Дальше он обнулится. Ну, по идее, пристав должен искать вот эти счета. Может вам письмо направить, предложить добровольно исполнить. Да, собственно, и все. Что он еще может сделать? Если штраф выписан судом, вот это, обратите внимание, именно судом, не каким-то правоохранительным органом, а судом, то если сумма таких требований, вообще судебных штрафов или гражданские иски, превышает 10 тысяч, то пристав имеет право ограничить вам выезд за рубеж на полгода. Через полгода, если основания не пропали, ограничения выезда, то может продлить еще на полгода и так далее. Ограничивается выезд за рубеж, вы должны полностью погасить задолженность. Полностью, заметьте. Вариант 500 рублей из 10 тысяч заплатить здесь не прокатит. Но, если вы заплатили 500 рублей из 10 тысяч, прошло полгода, то есть вы не требовали снять ограничения, прошло полгода, то нового основания для нового ограничения уже нет, потому что задолженность 9500. Поэтому вот это тоже нужно помнить. Дальше. Если те же 10 тысяч превышены не по судебным актам, а хотя бы даже по тем же правоохранительным органам, то у вас могут права отобрать, лишить прав на вождение. Вот это единственная реальная власть у пристава. Поэтому все-таки сумму задолженности по штрафам нужно отслеживать. Это что касается исполнения. Ну и сроки, конечно, нужно отслеживать. То есть если он сгорит, там через два дня, наверное, нет смысла его платить. Дальше. Это жалобы. Обжалуйте каждое действие тех же правоохранительных органов. Пусть им те же 500 рублей даром не даются. Пусть пишут ответы о своей деятельности. Очень много нарушений. Очень. Огромное количество и процессуальных, и материальных нарушений. Поэтому обжаловать надо. Ну вот, собственно, вкратце основные моменты по штрафам осветил. Ну, соответственно, если да, вам назначается двойной взыскать, двойной штраф, то он назначаться может по конкретному штрафу один раз. Но дальше он может бесконечно удваиваться. То есть, к примеру, у вас 1000 рублей штраф, вам назначается 2000, не заплатили их, назначится на них уже 4, не заплатили 8 и так далее. Поэтому судебный штраф, вот этот, его либо обжаловать, либо придется оплатить. Но судом назначенный. Шанс, что ваша 1000 дойдет до суда и превратится в 2, ничтожно мал. Поэтому думайте сами, решайте сами, платить или не платить. Ну вот, собственно, основные моменты. Если что-то непонятно, если что-то не успел осветить, в комментариях спрашивайте, отвечу.